Поговорим о некоторых особенных вещах для меня. И последние, может быть, полтора года есть две вещи, которые держат меня под впечатлением, о которых я размышляю, и это как бы центр того, что я наблюдаю сейчас в своей жизни, в своей вере даже, точнее будет сказать, наверное, потому что иногда наша вера, она больше, чем наша жизнь. И я под впечатлением от некоторых вещей, возможно, это связано с возрастом, в этом году мне 40 лет отпраздновалось. Вот. Слава Богу. И, знаете, некоторые вещи, они, ну, скажем так, становятся особенными с возрастом. Какие-то акценты новые приходят. Не потому, что мы не можем, будучи молодыми, иметь мудрость Божью. Мы можем иметь мудрость Божью. Но иногда возраст, он нас ставит перед какими-то фактами, и мы вынуждены смотреть иначе на, ну, на многие вещи в своей жизни. И есть, в этом есть много хорошего. То есть, не всегда возраст это плохо, на самом деле. Если мы посмотрим библейскую культуру, мы увидим, что мышление библейских времен было, это в старцах мудрость. Современное мышление, в старцах маразм, да, вот, ну, очень часто так. И я, как бы, чтобы не прозвучало обидно, но это связано с безбожием, это связано с образом жизни, то, что люди пьют водку, с безбожной культурой связано. И, знаете, действительно бывает, что с возрастом, с людьми происходят плохие изменения. То есть, но если мы смотрим библейскую культуру, то библейская культура – это мышление в старцах мудрость. И если молодой человек присутствовал в общении более взрослых людей, он вообще не говорил. Это считалось, ну, наглостью. Мы можем посмотреть в истории Иова и увидеть, что там было три пожилых человека, ну, три человека в почтенном возрасте, которые разговаривали с Иовом. Там не все, что они говорили, было правильно. Вот. И там был молодой человек, который молчал все это время. Он молчал, он молчал, потому что это было правильно, это была часть культуры. И считалось неприличным, когда молодой человек, он думает, что знает все. Сейчас мы живем в другие времена, и наша культура, я думаю, что хуже в этом смысле. И проблема, понятно, что есть какие-то вещи, когда действительно люди с возрастом теряют что-то, они не приобретают. Но беда современного времени, да, это то, что молодые люди думают, что они знают все. Что у них есть все ответы. Но когда ты становишься старше, ты понимаешь, что у тебя нет всех ответов, и ты не знаешь всего. Правда? Это очень хорошее откровение, очень важное, очень зрелое понимание, когда ты приходишь к тому, что ты не знаешь всего, что ты не можешь в принципе знать всего. Что ты можешь быть специалистом в какой-то узкой области своей, но ты не можешь быть специалистом во всех областях. И, как правило, эти вещи, они, ну, многие из этих вещей, они связаны с возрастными изменениями, с тем, когда ты возрастаешь в мудрости, когда ты накапливаешь какой-то опыт. И вещи, о которых я размышляю последние полтора года, я хочу, чтобы мы успели поговорить об обоих этих вещах сегодня. Первая вещь, от чего я под впечатлением, что меня вдохновляет, что я замечаю везде, что бы я ни делал, на что я натыкаюсь снова и снова в Писании. И это не было так актуально для меня раньше, но это очень сильно производит на меня впечатление последние годы. Это милость Божья. И, знаете, я под впечатлением от того, что, насколько Бог добрый. И, может быть, это не есть что-то новое для вас, но это что-то новое для меня, безусловно. Я обнаружил, что, знаете, мы поем о том, что Бог добрый, мы говорим о том, что Бог добрый, но очень часто это больше лозунги, чем мы на самом деле понимаем это и мы пережили это. Знаете, милость – это больше, чем просто надпись на плакате. Милость – это больше, чем, ну, я думаю, что на самом деле мы не знаем на то, насколько Бог добрый. И когда я очередной раз перечитывал некоторые места в Писании, меня это впечатлило, зацепило, какие некоторые моменты. Я увидел, что, в частности, я увидел, что, знаете, Давид для меня, царь Давид, он стал для меня человеком, который понимал милость. Когда говорят о Давиде, говорят о том, что он был поклонником, говорят о том, что он был великим царем, великим воителем. Много чего можно сказать о Давиде. Но в последние годы для меня Давид стал человеком, который понимал милость. Я увидел, что Давид что-то знал о Боге, чего я не знаю. Может быть, это связано с культурой, опять же. Потому что еврейская культура, библейская культура, она отличается от культуры, в которой растем мы. И иногда мы какие-то вещи воспринимаем по-своему, просто из-за культурных нюансов. Например, интересный такой момент мне попался у одного автора. Один хороший автор пишет так, что еврейская Библия использует шесть основных понятий вместо термина «месть». Это очень интересно, смотрите. Еврейская Библия использует шесть основных понятий вместо термина «месть». Их значение – считаться с чем-либо, оплачивать, восстанавливать, компенсировать, воспитывать, возвращать. Все они по своей сущности являются очень мягкими терминами. Знаете, это интересно, потому что язык, на котором мы говорим, он сильно влияет на то, как мы думаем. И очень многие из нас, когда мы пришли в церковь, мы себе представляли Бога, знаете, ну, мстительным. Ну, давайте будем откровенными. Очень многие из нас, когда мы думали о Боге раньше, да, в той культуре, в которой мы воспитывались, мы воспитывались смышлением о мстительном Боге, о злом дядьке с палкой, да, который ждет, когда ты совершил ошибку или споткнешься, и тогда вот тебе Бог, наконец-то, тебя наказал. И это мышление, в котором мы выросли. И, знаете, даже если мы какое-то время в церкви уже, это продолжает влиять на нас. И когда вдруг обнаруживается, что у евреев вообще такого слова нет, как бы, ну, то есть, наше слово, которое, как месть, да, это, знаете, такое яростное воздаяние, скажем так, когда тебя наказывают с удовольствием, да, когда уже, наконец, дорвались до того, чтобы, ну, чтобы ты почувствовал, да, прочувствовал уже, какой же ты негодяй, правда? То есть, когда ты вдруг обнаруживаешь, что у людей в языке вообще такого слова нет, и есть шесть других слов, которые передают это понятие, но они все очень мягкие, ты понимаешь, что этот народ, он воспитывается с мышлением милости. Вы понимаете этот момент? Народ, который воспитывается в мышлении милости. И для меня это было очень ярким впечатлением. Я сел, перечитал все книги Царств, Паралипоменон, Судей, и, знаете, я был под впечатлением. Знаете, первое мое, как бы, впечатление, Господи, да, ну, мы на 10% столько не грешили, сколько Израиль. Ну, может быть, для кого-то это прозвучит обидно, да, но когда я читаю историю Израиля, знаете, мое впечатление было, что, ну, та часть церкви, которую мы знаем, да, мы не берем церковь за последние 2000 лет, потому что мы не знаем эту церковь, мы за нее не можем ответить. Но та церковь, которую мы знаем, да, в которой мы выросли, в которой мы уверовали, да, многие из нас пришли из мира, и я вижу, что та церковь, которую я знаю, в которой я покаялся, в которой я вырос, она, ну, на 5% столько не грешила, сколько грешил Израиль. Реально. Потому что, когда ты смотришь на историю Израиля, знаете, это интересный момент, я не планировал, в общем-то, об этом говорить, но, может быть, несколько слов. Посмотрите, если мы посмотрим на историю Израиля, да, мы видим, что Израиль рождается как народ, когда он выходит из Египта, да. И, знаете, когда они вышли из Египта и шли по пустыне, это не были очень хорошие и праведные люди. Потому что они имели самого лучшего пастора, которого только можно иметь, и они все время бухтели. Добухтелись до того, что те, кто вышли, не один из них, ну, два человека только вошли в Ханан, остальные все погибли. То есть, это были люди, которые были воспитаны в идолопоклонстве. И, несмотря на все чудеса, которые они видели, они продолжали бубнеть. Я вам хочу сказать, для меня было сильным впечатлением, что, знаете, опять же, вторая вещь, которую я вижу, да, первая вещь, я вижу, что вообще Израиль, как народ, это свидетельство то, что Бог добрый. Потому что, если Бог был бы хотя бы на 2% менее добрый, то Израиль не существовал бы. Потому что то, что они творили, знаете, если бы Бог был украинцем, ну, некорректно говорить, что Бог еврей, да, но ближе мы шли, Бог более добрый, чем украинцы привыкли думать. Вы понимаете? Потому что столько, сколько грешил Израиль, понимаете, ну, это тяжело вместить. И очень, когда я был молодой верующий, я читал Библию первый раз, для меня было, первое мое было впечатление, как они могут бубнеть, когда Бог столько для них сделал. Второе мое впечатление, когда прошло какое-то время, я читал, я пришел к следующей мысли. Господи, да мы ж такие же. Это правильное откровение. И когда я недавно, вот, ну, может быть, год назад, я очередной раз просто перечитывал, я увидел, знаете, что я увидел? Может быть, это опять прозвучит для кого-то тяжело, но что мы не видели, мы с вами не видели столько милости, сколько видел Израиль. Потому что Израиль, он стоял перед горой, которая горела огнем. И знаете что? Не только Моисей слышал слова Божьи, которые с этого мрака и пламени звучали. Они все слышали. Кто-нибудь из вас видел горящую гору и слышал, как Бог говорит лично к тебе, вот именно с горящей горы, которая трясется, и к которой подойти нельзя. Ну, если у вас такое было переживание, у меня не было. Знаете, и когда я это увидел, я понял, что это целая нация, представьте. И действительно, есть ли какой-то другой народ, который бы слышал глаз Господа и среды огня и остался жив? Нету. Понимаете? Поэтому я могу сказать, что Израиль видел больше милости, чем мы с вами видели на самом деле даже. И они очень, ну, они сами являются свидетельством Божьей милости. Потому что, если Бог был бы менее добрый, Он давно бы уничтожил Израиль. Потому что то, что они творили, знаете, когда ты не видел ничего, никакой горы не видел, когда ты ничего не слышал, Бог к тебе никак не обращался. Понимаете? Ну, как бы с тебя и взятки гладкие. А что с тебя возьмешь? Ты ходил во тьме, знаешь, как слепые котята, вот раз, бум, ткнулся сюда. Не, не туда. Бум, ткнулся сюда. Это язычники. И совсем другая ситуация, когда Бог говорит тебе, есть среды огня. Знаешь, тут ты уже не можешь отвернуться, сказать, я ничего не видел, я ничего не слышал, ничего не знаю. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, Израиль, он видел то, чего никто не видел. Даже сегодня. Даже сегодня, если мы возьмем человека, который имеет супердуховные переживания, найдем единственного на планете, который имеет самые большие переживания от Бога. Он все равно видел меньше, чем Израиль. Он, может быть, больше видел, чем все мы вместе взятые здесь в зале, но все равно меньше, чем Израиль. То есть Израиль был, знаете, ну, не хочется говорить слово, избалован, но чрезвычайно благословлен чудесами, милостью. Они видели очень много. И смотрите, несмотря на это, они продолжают, ну, возмущаться против Бога. Я снова начинаю не понимать, как это возможно. Хотя, если подумаю о том, как устроены люди, а я их уже знаю давно, я долго в служении, то могу понять, почему все-таки это, что это возможно. Это возможно, потому что все мы из одного теста. Теперь давайте еще вот о чем поговорим. Израиль входит в Ханан. И мы смотрим на книгу судей. Книга судей. Пока жив какой-то судья, 20-40 лет, Израиль служит Господу. Судья умирает, они отступают от Бога, грешат, грешат, попадают в рабство. 7, 10, 12, 30, 40 лет в рабстве. Потом Господь поднимает нового судью, когда совсем плохо. И он опять приносит возрождение, освобождение, он приносит пробуждение, и нация возрождается к вере. Снова 30-40 лет служит Господу, потом опять отступает. И вот этот цикл, всю книгу судей повторяется. То есть, когда мы смотрим на это все, мы понимаем, это нельзя назвать очень благополучным периодом с точки зрения веры. Вы понимаете, да, это? Потом мы начинаем, приходим во времена царей, да, некоторые считают, что времена царей лучше. Вы знаете, я всегда так думал. Последний раз, когда я начал исследовать снова внимательно это все, я увидел, что на самом деле времена судей были лучше. потому, потому что каждый судья, который следующий был поднят Богом, он был индивидуально призван Господом. Вы понимаете? Разница очень существенна, когда тебя лично Бог призвал, и к тебе обратился, и взял тебя. И когда человек по наследству просто принял трон. Разница огромная вообще, несопоставимая разница. Поэтому я вдруг обнаружил, что времена судей были лучше для людей, для простых людей. И, знаете, у меня впечатление вообще, что времена, что вообще тысячелетнее царство будет больше похоже не на царство, то есть не на времена царей, и не на современную систему президентов, а скорее на времена судей. То есть это, чем хорошо времена судей? Это время очень большой личной свободы. Когда государство не залазит тебе в огород и не говорит, это тебе можно садить, это нельзя, это дерево твоя бабушка посадила, а ты спилить не можешь. Значит, вот меня такие вещи начали раздражать в последнее время. Знаете, когда кто-то влазит, куда тебе не надо. То есть, и вот я думаю, что времена судей это были времена, когда каждый покоился под своей виноградной лозой, под своей смоковницей. Никто тебе не навязывал ничего. И когда тебе нужна помощь от Бога, ты приходишь к судье и получаешь совет, да? Или если возникает какое-то судебное разбирательство, ты приходишь к судье и все решается по закону Божьему. Потому что этот человек призван Богом, а не просто по наследству трон получил. И, знаете, у меня впечатление, что тысячелетнее царство, оно больше будет похоже вот на времена судьи даже, чем на времена царей. Хотя Господь царь. Аминь. Но Бог сотворил нас свободными. И, знаете, никто так не уважает нашу свободу, как Бог. И я читаю в пророческих книгах о том, что тысячелетнее царство это будет время, когда люди будут покоиться под своей виноградной лозой и под своей смоковницей. Они будут радоваться жизни, жить долго и счастливо в своей семье. И не будут, знаете, приниматься какие-то, ну, какие-то странные законы, как бы еще больше денег из людей выжить. То есть это, это, ну, ну, в общем, не совсем то, о чем я хотел говорить. Давайте мы вернемся к теме. Итак, смотрите, Израиль оказывается во временах царей. И времена царей, да, мы видим время Саула, и после этого Давид Соломон. Это то, что считается золотым веком, да, то, что считается золотым веком. Время Давида и Соломона. Когда народ, как бы, чтит Господа. Вроде бы. Но, знаете, если внимательно читать, можно увидеть, что все было не так благополучно. Во-первых, Соломон в конце своей жизни начудил за троих, прости Господи, да, то есть, с него и дало поклонство начало возрождаться. Во-вторых, до постройки храма люди все равно приносили жертвы на высотах. Конечно, они приносили их Господу Богу Израиле. Но, все равно, как бы, нарушена была сама система богослужения. Теперь, когда мы получаем, заканчивается царствование Соломона, мы входим во времена царя Раваама, сына Соломона. И мы знаем, что в этот момент происходит разделение царств, да, на северное царство израильское и южное царство. И знаете что? Я исследовал и обнаружил, что в северном царстве израильском среди десяти колен не было ни одного нормального царя. Все были негодяи. Представьте, времена Давида, Соломона, даже если мы возьмем как заточку отсчета, как самое лучшее время, когда народ чтил Господа, как никогда, да, Израиль. Уже при сыне Соломона это время заканчивается. И происходит то, что десять северных колен отступают от Бога, начинают, ну, поклоняться идолам, и ни одного праведного царя, ни одного, все негодяи в северном царстве. Абсолютно. Первая династия, вторая династия, третья, потом убийства просто сплошные. Знаете, ну, как история любой страны и империи, когда кровью, ядом и ссылкой в монастырь решались все династические проблемы, и человек стал царем на крови фактически. Это то, что можно увидеть в истории северных колен. Жуть просто. Если мы посмотрим историю Южного царства, которая вроде бы как благополучная, знаете, вообще неблагополучно там все выглядит. Да, там были праведные цари, которых мы помним, да, о которых мы любим проповедовать. Иезекия, Иосафат, да, Аса, другие хорошие цари, объективно, которые чтили Господа, которые почти ходили путями Давида. Но между этими хорошими царями, да, мы имеем других царей. То есть, и вот, когда это все заканчивается пленом в Вавилоне, знаете, если посмотреть на историю, вот хотя бы вот в таком куске, да, который мы можем оценивать, потому что много источников как бы имеем. Я не знаю, сколько из этой там тысячи лет Израиль по-настоящему чтил Господа. Но может времена Давида Соломона. Все. А дальше одна сплошная милость. Вы понимаете? Одна сплошная милость, потому что негодяйства там творились прямо как у нас в Украине. Никакой разницы. Вроде бы как люди чтут Бога где-то, но в основной массе, даже если мы возьмем пробуждение Езекии, допустим, можно увидеть, что это пробуждение было локальным. Ну, так, по крайней мере, вот такое сильное впечатление, что этим пробуждением была затронута какая-то часть народа, но это не было захвачено вся масса народа, потому что буквально как только Езекия заканчивает, сразу же все угасает. Понимаете? Если люди были бы на самом деле возрождены массово, то это не угасло бы так быстро. Что произошло? Что произошло? Итак, ситуация выглядит нехорошо. И когда я читал это все, я исследовал, я увидел, знаете, я был в шоке. Потому что у нас бывает, знаете, мы люди, да, у нас бывает, когда мы как бы в такой хорошей форме духовной, да, мы приходим «Ес, да, Господь, Аллилуйя, да, у нас все получится, мы завоюем, мы сможем, да? Ну, когда у нас там пару недель, мы как бы нигде не начудили, да, там, ни на жену не накричали, там, ни детей зря там не наказали, а потом выяснили, что неправы, а надо же извиняться, ну, как бы, ну, вы понимаете, мы люди, мы делаем ошибки, а иногда даже грехи делаем, ну, ну, это объективно так. И, знаете, как правило, мы, мы как люди, мы вот находимся в таком состоянии, да, мы, или «Да, да», или потом «Ой, Господи, я никакой, Господи, никакой». И вот мы периодически в этом состоянии, знаете, вот, когда мы говорим, Господи, мне нужна вся милость, которая у Тебя только есть. Если прямо сейчас Ты поразишь меня вот здесь, на этом месте, я, конечно, хотел бы еще пожить, но это будет справедливо. Вы понимаете это? Господи, если прямо сейчас на этом месте Ты поразишь меня, это будет справедливо, я заслужил. И, знаете, это интересно, вот именно как раз вот это хорошее основание для милости, когда ты понимаешь, что да, Господи, Ты праведен. Не тогда, когда мы обижаемся на Бога из-за того, что что-то происходит, а когда мы говорим, Господи, Ты праведен, я не заслуживаю того, что я имею. Я хочу вам сказать, знаешь, что такое милость? Милость, это когда мы не заслуживаем. Сегодня Ты здесь. И я хочу вам сказать, что это милость, потому что мы могли не проснуться сегодня утром. И, знаете, некоторые не понимают этого, но вот это как бы благословение возраста. Когда нам 20 лет, мы думаем, что мы будем жить вечно. Это интересно, да, вот молодые люди, они активны, они не задумываются, они просто, знаете, как в потоке, да, как рыба в потоке, как, и вот они имеют силу, знаете, имеют энергию, они бьются, куда-то движутся, и в принципе даже все равно кухда, да, лишь бы было весело. Это где-то лет до 20. Потом, когда у тебя появляется семья, ответственность, и следующие лет 20, где-то до 40, мы люди цели, да, мы пытаемся что-то построить, чего-то достичь, стать успешными, да, идея фикс, то есть, мы пытаемся что-то добиться, у нас какая-то, какая-то цель какая-то. Знаешь, когда ты переходишь вот этот рубеж следующие 20 лет, ты понимаешь, что, а не факт, что у тебя следующие 20 лет есть. Вот знаете, некоторые люди думают, что, не, ну, когда мы разговариваем, мы говорим, не, ну 60 лет, хотя, да никакой гарантии, что 60 лет. Вот 40 есть, да, слава Господу, слава Господу, что Бог дал 40. Никто не знает, сколько будет. Никто не знает, будет ли 50, никто не знает, будет ли 60, никто не знает, будет 70 или больше. Знаете, как-то мы все настроились на хотя бы, некоторые даже проповедуют, будем жить 120 лет. Пусть Бог благословит, а я понаблюдаю. Потому что я не нашел в Библии оснований для того, что можно жить как обетование, что можно жить 120 лет. Кто-то нашел, как бы, Бог в помощь, да, но я не нашел. И я понимаю, что, знаете, мы по милости его, мы не исчезли. Я сегодня, ну, прочитаем это место. По милости его, мы не исчезли. Это Израиль говорит. Вообще, это плач Иеремии. Иеремия, он много чего об этом знал. Понимаете, почему, мой любимый пророк, кстати, Иеремия, Иеремия 20 лет пророчествовал, покайтесь, иначе придет суд. Покайтесь, иначе придет суд. 20 лет, представьте, вообще-то, они заслужили суд в первый же день, как он начал об этом говорить. То есть, если бы на второй день, после того, как Иеремия начал пророчествовать, да, как с Ионой, еще несколько дней, и Ниневия будет разрушена. И это справедливо было бы. Понимаете? То же самое, когда Иеремия начал пророчествовать, справедливо было бы, если бы через несколько дней Израиль был бы уничтожен. Это было бы справедливо, и Бог был бы праведен. Но он 20 лет пророчествовал. Сначала его считали, что он сумасшедший. Потом его ненавидели все его родственники. Потом его пытались отравить. Потом его садили в яму. Издевались по-всякому. И потом в конце, когда пришло то, о чем он говорит, он с какого-то момента он начал пророчествовать так. В этом поколении, прямо на ваших глазах, исполнится то, о чем пророчествовали пророки. И даже это людей не остановило. И все это было время милости еще. Вы понимаете? Милость продлевалась. Поэтому Иеремия, он знал о милости достаточно много. Он понимал, что то, в каком состоянии духовном Израиль, он должен быть поражен. Это не может продолжаться. Но Бог откладывал суд. Сейчас в таком состоянии весь мир находится. Давайте вернемся все-таки к нам. Итак, мы нуждаемся в милости Божьей каждый день. Мы недостойны всех щедрот Его. Вы знаете, очень многие люди сейчас разочарованы, потому что они чего-то ожидали от Бога. Ну, как бы, знаете, вот этот вариант, нажать на какие-то кнопки, и будет результат. Они чего-то ожидали, и как-то, ну, знаете, не все сработало. И люди разочарованы. На самом деле, на самом деле, тебе нужно понять, что то, что ты жив сегодня, это милость. Ты сегодня проснулся, это милость, потому что ты мог уйти ночью. Господь мог забрать тебя. Возможно, ты закончил свой путь. У тебя еще есть сегодняшний день, чтобы прийти в Дом Божий. У тебя есть сегодняшний день, чтобы увидеть своих детей или своих родителей. Это милость. Вы знаете, каждый день мы живем Его милостью. Мы просыпаемся утром Его милостью. Мы ложимся спать Его милостью. Мы покушали сегодня, кто из вас покушал, Его милостью. Да? Мы постимся сегодня, те, кто постятся, Его милостью, потому что у тебя есть здоровье для того, чтобы поститься. У тебя... Ну, если кто-то болен сегодня... Вы знаете, я раньше очень тяжело... Было место в Библии, которое меня вызывало недоумение. Вы помните историю этого слепорожденного, которого Иисус исцелил? И у меня всегда это место вызывало конфликт, пока я был моложе, да? То есть я был всегда человек с обостренным чувством справедливости. Вот это справедливо, а это несправедливо, да? И когда я читал эту историю, ученики спрашивают Иисуса, а кто согрешил, он или родители его? Вот понимаете, должна же быть логика, почему он родился слепым. Некоторые смеются с того, что как он мог согрешить, если он родился уже слепым, да? Он что там, в утробе успел согрешить или что? Некоторые с каких-то других вещей смеются. На самом деле, просто обычное человеческое мышление, оно смотрит на такого человека, как на ущербного и лишенного чего-то. И возникает вопрос, за что? Почему как бы другие люди имеют это, а он лишен этого? И у меня тоже был этот конфликтный вопрос. Иисус, что интересно, не отвечает на этот вопрос. И тоже как бы много об этом рассуждают. Он сказал, ни он не согрешил, ни родители его, хотя и родители наверняка его грешили, и он наверняка грешил, но причина в том, почему он родился слепым, не в этом. Иисус говорит, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И знаете, меня все равно этот ответ напрягал всегда. Говорю, Господи, классно, потрясающее чудо, никогда такого не было в Израиле, чтобы человек, рожденный слепым, снова видел. Это потрясающий Господь. Но, он, вот люди выходят на улицу, и они могут увидеть жилки на листочках весной. Вот это свежая зелень, которая радует глаз. Да? Сладко для глаз видеть солнце. Это удовольствие. Вы знаете, интересно, хороший один христианский доктор, пишет о том, что при попадании света в глаз, в частности солнечного света, вырабатывается определенный гормон в теле, который делает человека более радостным. Поэтому, как правило, вот летнее время люди более счастливые. И все революции происходят осенью, к зиме. Знаете, когда солнце затянуло тучами, у людей начинается депрессняк, солнца не хватает, и начинает недовольство жизнью выплескиваться. Летом никто не начинает революции, как правило, да? Ну, если уже там совсем уже еду не отобрали, да? То есть, но что, почему? Потому что на самом деле свет влияет на нас. Солнце, Бог так устроил это, что когда в глаза попадает свет, почему, кстати, ну, не хочу на этом останавливаться. Это, это очень ценный момент на самом деле. И вот что происходит? Этот человек был лишен этого всю жизнь. Всегда был лишен. И я говорил, Господи, несправедливо, несправедливо. Я всегда, как бы, ну, знаете, вот у меня что-то булькало внутри немножко по этому поводу. И знаете, когда я стал старше, и сейчас я начал переживать вот это понимание, насколько Бог добрый. Вы знаете, да то, что мы живы, это уже милость, которую мы не заслужили. Вот знаете, вот мы, вот особенно харизматическая церковь, больна мышлением, что Бог нам что-то должен. Дорогие, мы не одалживали Богу. Но это то, что происходит. Мы что-то, у нас какие-то ожидания. Бог, ты же всемогущий, да, и значит, ты мне должен что-то. Да не факт. Ты же не одалживал Богу. Поэтому то, что ты сегодня имеешь, это больше, чем ты заслуживаешь. Слушай, Господи, у меня ужасно, живу в доме без ремонта. Я тоже живу в квартире с частичным ремонтом. Господи, я тоже смотрел, думал, Господи, хочется уже ж доделать как-то. Но в какой-то момент я понял, что по милости Его мы не исчезли. То, что я имею сегодня, это милость. Это больше, чем я заслуживаю. Это несправедливость, потому что по справедливости меня надо наказать. Есть за что. Знаете, мы можем даже не замечать своих ошибок. Некоторые люди живут и чувствуют себя праведными. А мы удивляемся, пасторы, консультируем человека, почему его со всех работу увольняют. Такой хороший брат. Чтобы тебе понять, почему его со всех работу увольняют, тебе надо с ним поработать. И вдруг ты обнаружишь, что этот человек, он понимаешь, он невыносимый просто. Но он этого не замечает. Знаете, а мы ничего не замечаем. И никого по дороге не встретил. То есть, человек не замечает своих недостатков, не замечает своих ошибок. То, что его там терпели и какое-то время на этой работе, это уже была милость. К нему и Божья, и люди всю свою милость потратили, и потом уже не смогли. Понимаете? То есть, то, что мы сегодня здесь с вами, ты можешь вдохнуть. Это милость. Теперь, когда мы возвращаемся к этому слепому, вы знаете, что самое главное? Это как бы вторая часть, вторая часть, под которым я, которая под впечатлением, да? Первая часть, я под впечатлением от того, насколько Бог добрый. Потому что, когда у меня бывают моменты, Господи, я даже милости не заслуживаю. Вот понимаете, вот в нашей жизни есть, когда мы милости, никакой милости не заслуживаем, никакого снисхождения не заслуживаем, никакого терпения не заслуживаем. Может быть, не все из вас переживали это. Вы думаете, неужели пастор Руслан такой глубокий грешник, что у него такие переживания? Знаете, Господь говорит, в приближающихся ко мне освящусь. Когда ты начинаешь приближаться к Богу и понимаешь, насколько Он святой, ты начинаешь понимать, насколько ты не соответствуешь. И это очень хорошее откровение, сильное откровение, когда ты понимаешь, что ты вообще ничего не заслуживаешь. Потому что, если справедливость, ты должен был умереть уже давно и пойти в ад на вечное мучение. Это было бы справедливо. Абсолютно справедливо. И ничего не мог сказать против. Я вот понимаю сегодня, что, вот, если Бог все вытащит, да, всю нашу жизнь, все прошлое и будущее, и мы не знаем, как мы еще в будущем успеем глупостей наделать, да, в жизни. Ты скажешь, Бог, как ты решишь, так и будет. Потому что, если я буду решать, то у меня нет шансов. А если ты, то, может быть, ты добрее, чем я. Бог добрее нас. Вы понимаете? Бог добрее, чем мы. И когда я смотрю на этого слепого, я понимаю, что этот слепой, может быть, он не видит, но он может чувствовать тепло солнца на своей щеке. Он может чувствовать аромат трав, которые скошены. Он может чувствовать прикосновение любящих рук, своих детей или внуков. Вы понимаете? И самое главное, он может переживать Божье прикосновение к его сердцу. Это самое главное. Вы знаете, человек, который может общаться с Богом, даже если он больше не может ничего, он уже имеет самое главное. Даже если он не может ходить, он не может видеть, он не может слышать, может быть, он даже чувствовать не может ничего. Но если он может духом своим обращаться к Богу, он уже имеет что-то главное, потрясающее, самое сильное. Потому что самое главное, для чего мы живем здесь, это встретиться с Ним, это познакомиться с Ним, это узнать, что у Него есть будущее для нас, что мы не просто горсть молекул, которая после смерти вернется в грязь, что мы что-то большее, что-то, что вышло из Его дыхания и что-то, что однажды вернется к Нему. Если мы в состоянии понимать это, то неважно, насколько мы ограничены физически, потому что любящим Бога, призванным по Его извалению, все содействует ко благу. Я не проповедую о том, что наслаждайся своей болезнью. Вы понимаете, о чем я говорю? Но я говорю о том, что ты не должен себя чувствовать ущербным и концентрироваться на этом, а тебе нужно сконцентрироваться на богатстве и величии того, что ты можешь провести время с Богом, что ты можешь обращаться к Нему своим духом, потому что это главное в жизни, это главное, это то, для чего мы здесь. Не для того, чтобы купить машину, не для того, чтобы заработать денег, не для того, чтобы даже вырастить детей, хотя слава Богу за детей, но для того, чтобы встретиться с Богом и наслаждаться Его добротой. Каждый наш день это милость Божья, которую мы имеем, которую мы не заслуживаем никак. Мы имеем это просто потому, что Бог добрый. Просто потому, что Бог добрый. Итак, первая вещь, я хотел некоторые места прочитать, ну запишите 24 главу 2 книги царств, я расскажу в двух словах, вы прочитаете сами, и еще одно место, это всю главу прочитайте, всю главу, там интересная история, я сейчас в двух словах расскажу, что я имею ввиду, и прочитайте 20, сейчас скажу какую, 28 главу первой книги царств. Хорошо? Итак, 24 глава второй книги царств, это история о том, как Давид проводит исчисление. Вы помните, что произошло? Давид провел исчисление, и богу не понравилось это исчисление. Мы могли бы поговорить, почему, но я не хочу на этом останавливаться. Главное, что богу не понравилось это исчисление, и он предлагает Давиду три варианта наказания на выбор. И знаете, с человеческой точки зрения, с точки зрения логики, Давид делает какой-то необычный выбор. Он выбирает эпидемию. Не голод, не то, чтобы его преследовали враги, а выбирает эпидемию. И как бы это не очень логично, места, ну как бы выглядят. Но если читать внимательно, можно увидеть вот что. Я прочитаю вам буквально один стих. 14. И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы не впасть в руки человеческие. Вы знаете, когда я прочитал эту историю очередной раз, я увидел, что Давид что-то знает, что я не знаю. Вот я с обостренным чувством справедливости, да, так, украинец, да, который понимает, что если этот человек виновен, надо достать шашку и порубать его. И просто с чувством внутреннего глубокого удовлетворения, ну это же справедливо. Все нормально. Я обнаруживаю, что Давид, он что-то знает о Боге, чего я не знаю. Что у него логика другая. И я начинаю размышлять об этом. И я понимаю, Давид знал Бога как более доброго, чем я знаю его. Давид знал Бога как более доброго Бога. И знаете, что, если вы посмотрите конец этой истории, Давид оказался прав. Ангел подходит к Иерусалиму, простирает меч на то, чтобы начинать поражать Иерусалим, и Господь пожалел и говорит, опусти руку твою. И после этого он обращается к Давиду, Давид строит жертвенник, и потом на месте этого жертвенника был построен храм. Давид сделал правильный выбор, когда он оперся на Божью доброту. Вы знаете, я думаю, что Давид знал о доброте Божьей больше, чем мы сегодня знаем. Во-первых, он ошибок больше делал, чем мы. Ну, возможно, мы тоже, может быть, это кто-то не согласится, но его ошибки были жуткие, которые он делал. Это история с Версавией, знаете, но я сомневаюсь, что в этом зале есть люди, которые так прелюбодействовали и заказными убийствами занимались. Это то, что сделал Давид. Он заказал Урию, чтобы скрыть беременность Версавии. Причем, смотрите, какой у него был хитрый план. Он же не сразу его заказал. Он сначала его вызвал в надежде, что он поспит с женой и можно потом сказать, так это ж твой ребенок, ты помнишь, приезжал в отпуск. Он в первый день его туда пытался отправить, второй день написано, что Давид напоил его. То есть, он специально его подзадорил. Урия, давай, за твое здоровье. И Урия упился. И Давид думал, что хотя бы упившийся он до жены до своей дойдет. И потом не помнит ничего. Ну, ребенок получился. Нет, он не пошел. Вот, слишком честный Урия этим подписал себе смертный приговор. И, знаете, я сомневаюсь, что в этом зале есть люди, которые таким занимались. Давид это сделал. И это самые грубые его ошибки, скажем так. Я думаю, что то время, когда у него было много моментов, когда ему было за что каяться. И тем не менее, Давид видел, что Бог его спасает. Даже несмотря на его ошибки. Что Бог милостив к нему. И я увидел, что Давид, он знал о милости Божьей больше, чем я. Когда я увидел это, я вспомнил другую историю. Это место из первой книги царств, которое записали. Это история про Саула. Вы помните, когда последняя была битва, в которой он погиб, они увидели войско филистимлян, и он испугался, потому что Господь отступил от него. И он пытался вопросить Господа через пророков, через Урим и Тубим, сон увидеть, ничего. И после этого он находит женщину-волшебницу и обращается к ней, чтобы она вызвала ему Самуила. Помните эту историю? Странная история, но тем не менее, что происходит? Он получает от Самуила, от этого, ну, духа Самуила, скажем так. Ну, я не теолог, не знаю, что это был за дух, но... И этот дух Самуила говорит ему, завтра ты и твои сыновья будете со мной. Знаете, я всегда воспринимал, что после этого у Саула не было возврата. Все, это точка не возврата, он должен... После этого он не мог спастись, он должен был погибнуть. Когда я прочитал вот эту историю с Давидом, я понял, что если бы на месте Саула был Давид, он бы нашел Божью милость и выжил бы. Потому что Давид знал доброту Бога, а Саул не знал. Это была беда Саула. Он был потрясающий воин. Ну, у него много достоинств было на самом деле, но он не знал Бога, это была его беда. Он не знал Господа. Давид знал Господа. И я увидел, что если бы Саул знал того Бога доброго, которого знал Давид, то эта ситуация еще могла по-другому закончиться. Не знаю как, но могла. Что Бог более добрый, чем я себе представлял это. И я вам хочу сказать, я под впечатлением, на самом деле под впечатлением последние, может быть, полтора до двух лет, насколько Бог добрый, насколько Бог добрый ко мне. Если, знаете, я сейчас молюсь и говорю, Господи, мы недостроены всех щедрот твоих. Мы недостойны всей твоей щедрости, Бог. Ты скажешь, у меня минимальная пенсия. Мы недостойны всех его щедрот, дорогие. У меня что-то там болит. Мы недостойны всех его щедрот и милостей. У тебя есть величайшая награда. Ты можешь видеть это. Вы знаете, другие люди не видят, просто не видят, насколько Бог добрый. А ты можешь это видеть. Вторая вещь, которая меня заставляет быть под впечатлением. Давайте мы еще прочитаем одно место и мы перейдем ко второй части. Я не знаю, там, наверное, времени у меня уже нет, но я хотя бы что-то хочу об этом сказать. Давайте посмотрим два места. Или одно запишите. Нет, лучше два посмотрим быстренько. Хорошо? Потому что я хотел успеть две части. Давайте посмотрим Плач Иеремии, третья глава. Потрясающее место, которое часто цитируется, но не так многие знают, где оно находится. Плач Иеремии, третья глава. Очень сильно. Смотрите. Итак, третья глава. Сначала Иеремии, он возносит плач, и это плач об Израиле. И он жалуется. Но вот что, к чему он приходит. 18 стих. Ну, немножко раньше, 17. И удалился мир от души моей, он еще жалуется, да, я забыл о благоденствии, и сказал, я погибла сила моя, и надежда моя на Господа. Тут немножко неудачно перевели, да, но дальше. По мысли о моем страдании, и бедствии моем, о полыне и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. И смотрите, что он говорит дальше. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Давайте будем учиться у Иеремии, да? Вот что, когда мое сердце жалуется, вот что я отвечаю сердцу моему. По милости Господа мы не исчезли. Он хорошо об этом знал. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. велика верность твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Блага тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Блага человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенный и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Вот это Давид. Смотрите. Подставляет ланиту своего, бьющего его, присыщается поношением. Вы помните историю, когда Давид убегает от Весолома. И там был такой парень, виднеамитянин, который бросал в него грязью, да, и говорил, уходи, убийца, проклятый, кровопийца. Помните? И его, да, семей Сингиры. И что там дальше происходит? Один из помощников Давида говорит, слушай, давай я его зарублю. Зачем терпеть это издевательство? Давид говорит, нет, пусть делает это. Зачем? Зачем? Господь позволил ему это делать? Может быть, услышит Господь, что он кричит на меня и помилует меня? Это вот то, о чем здесь говорится. Давид подставляет свою щеку, да, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Послал горе и помилует по милости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает цену в человеческих. Это очень важная мысль, что у Бога нет желания наказывать. Вот знаете, многие из нас воспитались в советские времена и сейчас имеют мышление гуманизма, что детей не надо наказывать. Вот физическое наказание это ужасно. Вот такие многие люди имеют такое мышление. Когда я пришел в церковь, начал читать Библию, я увидел, что физическое наказание это благословение. И все равно, когда наказываешь детей, просто все внутри плачет. Жалко. Вот жалко его наказывать. Вы знаете, когда Бог допускает суд в жизнь человека, его сердце еще сильнее плачет, потому что он не хочет наказания. Он не хочет этого, но это неизбежность. Если люди догрешились до того, что дальше уже невозможно терпеть, то это неизбежность. Смотрите, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, добро пожаловать в Украину, да? Когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, добро пожаловать в Украину, когда приясняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть, или чего Господь не допустил, да? Что-то, о чем Господь не знает. Не от уст ли Всевышнего исходит бедствие и благополучие? Зачем, и вот мне нравится 39 стих, зачем сетуют человек живущий? Аминь? Всякие сетуют на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Посмотрите, это универсальный рецепт. Перестань жаловаться. Знаете, вот люди легко начинают жаловаться на что-то. Израиль в пустыне, мы с этим грышим периодически. Так вот, ответ здесь. перестань жаловаться. Если хочешь пожаловаться, жалуйся на свои грехи. Это ответ. Ты скажешь, нет у меня никаких грехов. А если копнуть поглубже? Вы понимаете? Я сейчас не культивирую самоедство. Знаете, есть люди, которые болеют самоедством, они все время в себе что-то ищут, какие-то недостатки. Это не об этом речь, это глупо. Но, вот что я говорю, человек, который раздраженный, который жалуется, который говорит, Бог, ты что-то не сделал, за что? Знаете, вот, потрясание кулака в небо, за что, Господи? Есть же ж негодяи вокруг меня. Может быть, есть большие негодяи. Почему ты думаешь, что Бог больших негодяев должен наказывать, а на твои негодяйства глаза закрывать? Если ты хочешь пожаловаться, начни с себя. Перестань искать, где это причину своих проблем. Понимаете? Начни с того, что ты не так делаешь. Господи, если я хочу пожаловаться, мне надо начинать с того, что жаловаться на свои грехи. Господи, это то, что делает Давид, опять же, в псалмах. Он говорит, грехи мои умножились, так что головы мои над ними уже не видно. Когда он успевал так грешить, Давид, мы не читаем об этом в книгах царств. Но что-то было, что-то происходило, где-то он делал какие-то ошибки в своей жизни. И были моменты, когда он не искал проблему в том, что кто-то виноват в его проблемах. Он говорил, Господи, я понимаю, что вот я здесь и здесь и здесь неправ. И то, что я имею сейчас, это уже милость, Господи. Спасибо, что жив вообще. Хорошо. Еще одно место запишите. Это псалом 135. Я расскажу про него, не буду читать. Это псалом, который меня всегда, знаете, как бы это мне не нравится, это такое слово, но он меня раздражал. Я тоже не настолько духовный, как выгляжу. Псалом 135 вызывал у меня такое, знаете, легкое чувство раздражения. Почему? Потому что я, знаете, такой вот, как бы это, я люблю копнуть поглубже. Мне это интересно. А здесь, знаете, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. От того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах. Я старался этот псалом прочитать быстрее. Но это моя болезнь личная. Почему? Потому что, ну, Господи, ну не информативно. Хочу перейти к какому-то другому месту, которое более информативное. Вот мне нравится, допустим, книга-притч. Самый большой, скажем так, процент мудрости на квадратный сантиметр текста. Вот это по мне. Ух, ты читаешь, и просто, ух, каждый стих. А тут, ну, как бы, трещотка какая-то. Меня это раздражало всегда. Пока я не начал понимать, вот, ну, последние, вот, полтора года, то, что я начал обращать внимание на милость. Я понял, слушайте. Ну, во-первых, конечно же, это поэзия, да, вы понимаете. Поэзия, то есть, это песня. И в поэзии, это очень хорошо, когда так. Во-вторых, что здесь? Вы знаете, нам не хватает, вот, я надеюсь, что кто-то напишет, вообще возьмет, и сделает песню по этому псалму когда-то. Потому что это воспитывает у людей мышление милости. Мышление того, что Бог добрый. Я думаю, что это было приблизительно так. Здесь со сцены поют. Славьте Господа, ибо Он благ. Это было так. Смотрите. Славьте Бога богов. Вы понимаете, если ты, а псалом длинный, это воспитывает. Боже, вовек милость Твоя, вовек милость Твоя, вовек милость Твоя. Не Бог мне должен. Я же харизмат, в конце концов. Я же исповедовал сколько-то дней. И теперь Бог обязан это сделать. Вот понимаете, не вот это мышление воспитывается, а воспитывается мышление, Бог, ты так добр ко мне, я вообще ничего не заслуживаю. Я помню, я был молодой христианин, и я вляпался, ну там была ситуация. Я ехал в церковь, и знаете, о чем я думал? Господи, я не достоин там дышать одним воздухом с теми людьми, которые в собрании сидят. Это то, о чем я думал. Мне было, я, Господи, я вообще не достоин туда зайти. Это то, о чем я думал. Мышление милости. Когда ты, когда ты каждый день, допустим, или каждое собрание, поешь, поразил Египет в первенцах его, Господь вовек милость твоя, Господь вовек милость твоя ко мне, Господь вовек милость твоя ко мне. Это ты, ты воспитываешься в том, что Бог добрый к тебе лично. Не просто Бог добрый на плакате, а Бог к тебе лично добрый, и ты не заслуживаешь того, что ты имеешь сегодня. Это очень сильно. Вы знаете, я понимаю, почему евреи, они люди с мышлением милости. Вот, Майкл Затлов. Вот общаешься с ним, ну вот, вот человек мыслит иначе. И как-то понимаешь, аж несправедливо. Слава Богу за справедливость, но также хорошо, что Бог не просто справедливый, а что Он добрый, Бог был бы нам всем капец. Хорошо. Давайте мы перейдем к следующей части. Тоня, давай ты там смотри на часы, и когда ты мне махнешь, я за пять минут закончу. Хорошо? Хорошо. Хотелось бы вторую часть все-таки поднять. Я не мог промолчать об этом, о чем мы говорили с вами. Потому что, я думаю, что это то, в чем мы сегодня нуждаемся. Все верующие. Сейчас на эти христианства проходит какой-то особенный этап. И я думаю, что мы должны понять, насколько Бог добр к нам. Потому что мы пропустили этого. Пропустили это за исповеданием, за какой-то деловой активностью, за проектами какими-то большими, за завоевыванием страны для Иисуса. Мы как-то вот проскочили вот это понимание, что Бог к нам более добрый, чем мы заслуживаем этого. И то, что мы сегодня имеем, это Господи, не Господи, за что? А Господи, я этого не заслуживаю. Ты слишком добр ко мне. Потому что, если, потому что я заслуживаю, то все было бы совсем грустно. Вторая вещь, которая, которая я под впечатлением последние полтора года, это быстротечность нашей жизни. Это близкие где-то вещи, мы уже немножко коснулись этого. Но, знаете, так быстро проходит время. Я не заметил последние 20 лет. И все. 20 лет назад я приехал в Черкассы, ну, с учебы, я учился в Харькове. Мои родители уже были здесь. Они переехали из Молдавии, ну, как папа мой офицер в отставке. Они ездили, ездили, ездили по Советскому Союзу. И когда уже стало понятно, что Союз распадается, они все бросили и вернулись домой, сюда. И я вспоминаю, как я тогда бегал по утрам со своим папой. И, знаете, мой папа бегал постоянно, а я время от времени. И вот, когда я только начинал с ним бегать, то мне за ним было тяжело бежать. Ему было 40 лет, а мне там, грубо говоря, 19. Но, знаете, что, через 3-4 дня я его обходил легко. Потому что 20 лет это 20, а 40 это 40. И, знаете, что, в этом году я вдруг понял, так это же буквально вчера было, а сегодня мне уже 40. Это значит, что и мне будет 60, если Бог даст дожить. Насколько быстро проходит все, насколько быстро проходит время. И я последнее вот это время, я под впечатлением, насколько наша жизнь быстротечна. Насколько мы на самом деле не контролируем ситуацию. Вот, знаете, мужчины, они хотят все контролировать, чтобы все было предсказуемо, распланировано и все действовало по графику. мы пытаемся как-то, знаете, этот порядок принести вокруг себя и пытаемся все контролировать. Но на самом деле мы ничего не контролируем вообще, потому что мы живем его милостью. Вот мы возвращаемся к первой мысли, почему было важно об этом сказать. Но наша жизнь проходит настолько быстро, когда ты вдруг понимаешь это, и это тоже с возрастом происходит. Это, знаете, еще иногда называют в мире, это называют кризис среднего возраста. Когда мужчины вдруг обнаруживают, что надо подводить какой-то итог жизни. Что у тебя получилось, что не получилось. Добился, не добился. Достиг, не достиг. Женщины проходят тоже свое что-то похожее. У них немножко по-другому это происходит, но тем не менее вдруг женщина обнаруживает, что что бы она ни делала, она все равно не конкурирует с 20-летними. Никак. То есть и женщины это болезненно переносят. Мужчины это переносят очень тяжело так же. И мы знаем, что мужчины чудят иногда в это время. Они переживают депрессии, когда они вдруг обнаруживают, что еще вчера я был молодой, и, знаете, думал, что я все смогу. И, я не знаю, у кого-то была идея заработать миллион, у кого-то была идея построить какое-то, что-то построить, не знаю, построить большую церковь, например. Ну, что угодно в зависимости от сферы твоей деятельности. И вот ты приходишь к какому-то моменту, когда ты вдруг понимаешь, что не все получилось из того, что ты планировал и к чему ты бежал. И ты понимаешь, что у тебя уже нет столько сил, чтобы бежать, как раньше. Вот раньше ты думаешь, а, не получилось, побежали дальше. А, не получилось, побежали дальше. Получится все равно. То тут ты понимаешь, что а у тебя уже нет столько сил, чтобы, ну, вот уже, уже понимаешь, уже не 20, уже 40. Ты уже с 20-летними не побегаешь. У них здоровья больше. Они восстанавливаются быстрее. Вот. Они быстрее набирают форму. То есть он побегал 3 дня и уже обгонит тебя, даже если ты все время занимаешься. То есть ты понимаешь, что что-то на самом деле, на самом деле, это хорошее время. Вот чему я веду. То есть когда человек неверующий, он не знает Бога, для него это время очень тяжелое. Вообще для верующих тоже тяжелое время, но для неверующих это безнадежное время. Поэтому они начинают чудить, искать себе молодую жену. Ну, знаете, как это происходит в мире. Да? Седина в бороду без в ребро. Да? То есть люди начинают чудить, делать глупости, какие-то дикие выходки вообще происходят. Но когда ты в Господе, на самом деле, это очень хорошее время, потому что ты понимаешь, что тебе нужно провести ревизию твоих целей. Что на самом деле главное, а что второстепенное. Потому что у тебя уже нет сил вкладывать их в 10 направлений, как раньше. У тебя есть силы вкладывать в 2 направления. Поэтому тебе надо выбрать из важного самое важное. А из самого важного то, что просто необходимо сделать. И тебе необходимо заточиться. Хорошо. Спасибо. Тебе необходимо заточить свою жизнь под эти цели. Тебе необходимо выстроить свою жизнь, потому что у тебя уже нету времени для того, чтобы распыляться на второстепенные вещи. Ты понимаешь, главное должно стать главным. У тебя больше нет времени заниматься сомнительными вещами. У тебя больше нет сил на это. Понимаете, когда мы были молодыми, мы могли работать 20 часов в сутки, 22 часа в сутки, 23 часа в сутки. Часик переспал и побежал. Сейчас, если ты пару дней не поспал, чувствуешь что-то не то. Не восстанавливается тело не восстанавливается. У тебя нет столько запасов уже. Ты понимаешь, что тебе надо работать иначе. И знаете, на самом деле это благословение, если ты понял это. Если в это время, когда ты попадаешь в это впечатление быстротечности жизни, ты не начинаешь просто сидеть и говорить, жизнь прошла, мне уже 40 лет, я уже тянусь к кладбищу, надо купить дом поближе туда и привыкать к земле. Многие люди так думают. Серьезно. Многие люди, они вот после 30-40 лет, они начинают доживать. И это вообще беда на самом деле. Когда люди после 30-40 лет начинают доживать уже остаток жизни, они деградируют, они перестают мыть посуду, перестают, вот знаете, как это бывает, я рассказывал как-то, лампочки дома они вкручивают, сначала они не вкручивают лампочки, у них там темно. И вроде тарелка чистая в темноте, можно не так аккуратно посуду мыть. То есть они перестают следить за собой, перестают за одеждой смотреть, за хозяйством, и это начинает все приходить в упадок. И знаете, бывают такие люди, им чуть-чуть за 50, может быть чуть-чуть за 60, а они уже просто понимаете, опрятный, аккуратный человек вдруг превращается в бомжа, извините. Это страшно. Почему? Потому что человек, что-то в голове у него поменялось и он доживает. Он доживает. На самом деле это ошибка. Человек пропустил, сделал неправильные выводы из этого времени в своей жизни. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь коротка, когда ты понимаешь, что у тебя осталось мало времени, тебе не нужно доживать, а тебе нужно сконцентрировать все свои усилия на двух, максимум трех главных вещах в твоей жизни. То, что ты заберешь с собой вечность, то, что ты не оставишь здесь на земле. Давайте мы прочитаем какое-нибудь место все-таки, а то я много рассказываю и мало читаю. Хорошо. Извините, такая тема, я как бы еще ее не доготовил, поэтому она получается такая вот сумбурная немножко. Давайте посмотрим Луку 12 главу. Это известное место. Смотрите. 16 стих. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Это интересное вообще место. Хотелось бы подробнее его разобрать, но мы не успеем, я думаю. Но кое-что мы возьмем. Смотрите. Если ты почитаешь это место внимательно, вот это мышление этого человека, может быть чуть-чуть мы нырнем сегодня в Экклезиаста все-таки, успеем. Книга Экклезиаста, давайте мы посмотрим один стишок оттуда, а потом вернемся сюда. Итак, книга Экклезиаста. Очень интересная книга. Смотрите. Мы возьмем один стих отсюда пока. Ну возьмем допустим вторая глава с первого стиха. Сказал я в сердце моем, да, испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. А смехе сказал я глупость, а веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, между тем, как сердце моем руководствовалось мудростью, придержаться и глупости. Да коли не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Смотрите, вообще-то это цель написания книги Экклезиаст. Может быть вы не задумывались об этом, но цель книги Экклезиаст Соломон мудростью своей поставил себе задачу испытать все, чем может заниматься человек, во что он может вложить свое сердце, интеллект, эмоции, усилия. Попробовать эти вещи и определить что же самое лучшее и самое достойное. На что стоило бы потратить свою жизнь? На самом деле это вопрос о том, куда ты потратишь свою жизнь. Вопрос очень серьезный. Мы все перед этим вопросом становимся. Да? Ну на самом деле любой здравомыслящий нормальный человек он размышляет. На что же я потрачу свою жизнь? Это хорошее мышление. И вот книга Экклезиаста это существенная помощь в этом направлении. Соломон немножко дальше говорит так, что можно сделать после царя, кроме того, что уже сделано? То есть он попробовал садить сады, делать фонтаны, разбивать рощи, парки, попытался, все попробовал. Понимаете? Кое в чем даже перестарался, в частности с женами и наложницами. Сегодня люди идут тем же самым путем. Вы замечаете, на что люди тратят свою жизнь? Зарабатывают, строят, созидают, заводят детей, еще что-то. Соломон все попробовал, он прошел перед нами. И после этого он делает вывод, что же хорошо, что же самое главное, на что же стоит потратить свою жизнь. Так вот, если читать это место из Луки в контексте Экклезиаста, то открываются некоторые нюансы. Вот этот человек, интересно, смотрите, о чем говорит, ладно, зашли в Экклезиаст, таки застрянем там чуть-чуть. Хорошо. Смотрите, 18 стих 2 главы, да? И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем. Почему? Потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет, или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и показал себя мудрым под солнцем. И это суета. Вот это интересное тоже слово суета. Вообще это слово пустота означает, бессмысленное что-то, не стоящее усилий. Но у нас оно означает очень большую активность, это слово, да? На самом деле и тот нюанс и тот нюанс важен. Потому что очень часто мы заняты очень сильно какой-то активностью, которая вообще не стоит потраченных на нее усилий. и это занимает всю жизнь людей. Вы понимаете это? Смотрите, он говорит, 22 стих, «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего, заботы сердца, что трудился он под солнцем? Потому что все дни его скорби и все труды его беспокойства, даже ночью сердце его не знает покоя». И смотрите, 24 стих дальше, это то, о чем мы говорили в первой части. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу своего, труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей». Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Вы знаете, это интересно. То есть на самом деле, на самом деле, даже ты, если ты имеешь возможность и ты наслаждаешься этим, это уже дар Божий. Это милость, которую ты не заслужил. Потому что если читать Экклезиаста внимательно, то там есть другое место. Он говорит, «Я видел зло под солнцем». Когда человек трудится и имущество имеет большое, но Бог не дает ему пользоваться от этого имущества. И он несчастный. Вы понимаете? То есть мы возвращаемся сюда в Луку, да? Смотрите. Этот человек, он говорит своей, «Душа, ешь, пей и веселись». Он забыл о том, что это не в его власти, что это от руки Божьей. Понимаете? И смотрите, чему учит Иисус дальше на основании этого. Да? Но Бог сказал ему, «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же ты останется то, что ты заготовил?» То есть, парень, вот ты умер и ничего не возьмешь с собой. На что ты потратил свою жизнь? Этот дядька думал, что он будет жить многие годы, но мы не контролируем свои многие годы, которые у нас впереди. Потому что жизнь проходит очень быстро, и никто не знает своего часа. Теперь смотрите, что я увидел в этом всем? Что я увидел у Соломона? И какие я могу сделать выводы? Нам стоит потратить свою жизнь на что-то стоящее. Аминь? Нам стоит потратить свою жизнь на то, что мы заберем с собой. Не, не, понимаете, не на пирожки. Можно потратить жизнь на пирожки. Вот этот парень, он свою жизнь хотел потратить на пирожки. Он сломаю житницы, соберу большее, соберу свое добро. И знаете, что люди смотрят на него? О, вот это успешный человек. А Бог называет его безумным. Почему? Он ничего не сделал в том направлении, чтобы взять с собой вечность. вы знаете, я верю, что когда мы приближаемся к моменту, когда мы понимаем, что наша жизнь, она быстротечна, когда мы оказываемся под впечатлением быстротечности жизни, это время, когда нашим приоритетом должны стать вещи, которые мы возьмем в вечность. Это должно стать высшим приоритетом. Мы вкладываем в это главные усилия. Мы вкладываем в это наше время. мы вкладываем в это наши средства. Мы вкладываем в это наши интеллектуальные эмоциональные усилия, потому что это главное, потому что это мы заберем с собой. Аминь? Смотрите. Дальше. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Очень интересно звучит. В современном переводе сказано так, который не для Бога богатеет. То есть фактически это интересный момент. Это Иисус, Он дает приоритет. Вы замечаете? Он говорит, твой приоритет это Царство Божье. Это твой приоритет. Это должно быть проявлено практически. Вы замечаете этого парня? Куда была направлена его активность? На то, что он с собой не мог забрать. То, что является приоритетом для тебя, это то, что должно проявиться практически. Твои усилия, твоя активность, твои средства, то, о чем ты думаешь, то, о чем ты размышляешь, то, что ты планируешь, это должно быть то, что ты собираешься забрать с собой в вечность. Это мудрый подход. И это вывод, который делает Соломон в конце книги Экклезиаст. Она немножко депрессивная, эта книга кризис среднего возраста. Да? То есть, да? Я думаю, что Соломон ее немножко позже написал, но депрессия еще осталась. То есть, и получается, что она немножко депрессивная, эта книга, но он говорит, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Все. Это самое главное. Это то, на чем ты должен быть сконцентрирован. Это то, что тебе нельзя оставлять. Это то, на чем должны быть сконцентрированы основные твои усилия. Твое, как ты думаешь об этом. Смотрите дальше. и созвал учеников и сказал, не заботьтесь. Вот это не заботьтесь, это не поощрение лени. Понимаете? А это опять же вопрос приоритетов. Что главное в твоей жизни? Смотрите. Прочитай теперь в контексте того, о чем мы говорим сегодня все служение. Смотрите. не заботьтесь для души вашей и для тела во что во что одеться. Душа больше пищи и тела больше одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, у них нет ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Добрый Бог наш питает их. Насколько же вы лучше птиц? Кто из вас заботясь, нервничая, недосыпая, находясь в постоянном стрессе, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? Аминь? Итак, если малейшего сделать не можете, что вы озабочены о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Мы говорим, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них, как любая лилия. Да? Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого. А ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На Ипаче ищите Царство Божьего, и все это приложится вам. Не бойтесь малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имения ваши, давайте милостыню, приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища нескудевающие на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Вы знаете, вот еще что-то скажу. каждый раз, когда читаешь продавайте имения, это как вызов, да, и часть людей напрягается, типа пастор Руслан намекает, чтобы ты продал свое имущество. Но вообще-то я не об этом говорю. Смотрите, мы говорим о том, что является приоритетом в твоей жизни. Вы слышите? И некоторое время назад, некоторое время назад я размышлял над Нагорной проповедью. Вы помните Нагорную проповедь? Там есть очень интересное что-то. Я открою быстренько, все-таки посмотрю. Пару мыслей ценных. Нагорная проповедь, там есть такой блок, который построен таким как бы противопоставлением. Давайте, это 5-й глаз 21-го стиха. Смотрите. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Да? Дальше Иисус говорит, а я говорю вам. И вот эта вот структура, она прослеживается дальше. А я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду. Смотрите дальше. Вы слышали 27-й стих, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней сердце свое. Так? 31-й стих. Сказано так же, что если кто разведется с женой, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, вы замечаете? 33-й стих. Вы слышали, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь ни небом и так далее. Дальше. 38-й стих. Вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. И вот, когда ты читаешь Нагорную проповедь, там местами просто, ну как, невыполнимо вообще звучит. Или это только у меня так звучит. Ну, вообще, ты читаешь, ну, с тебя хотят взять рубашку, а ты еще и куртку отдал. Ну, это местами, местами, вы замечаете? Местами звучит, как почти невыполнимо. Но я вот что хочу показать. Смотрите. Иисус говорит, написано или сказано древним, а потом говорит, а я говорю вам, и он, как правило, повышает планку. Господи, мы до этой не доскакиваем, да? У нас иногда глаз тыкнули меня, а я тебе за это в два, правильно? логика такая. В детстве пхнули тебя, а я тебя пхнул в два раза сильнее. Ну, мы так устроены. Но здесь мы, то есть, фактически, вы знаете, что никто не выполнил закон, да, кроме Иисуса. То есть, до вот этой планки, которая древним сказана, никто не допрыгнул. Иисус говорит, а я говорю вам, и поднял еще вообще на нереальную высоту. И вы знаете, сегодня многих людей, вот опять же, я так понял, что у вас сейчас особенный момент какой-то в церкви, да, что вы собрались здание покупать, кто-то взял на себя беты перед Господом. И знаете, если вы пообещали Богу, исполните это. Отнеситесь к этому серьезно. Это очень серьезный вопрос. Может быть, я потом место прочитаю из Экклезиаста, очень хорошее место. Оно, ну, если мы успеем. Ну, Тоня мне рукой не машет еще. Значит, я могу еще что-то сказать. Она стесняется. Ладно, заканчиваю. Смотрите. Меня что-то потрясло в один момент. Когда я размышлял о десятине в контексте Нагорной проповеди. Подумайте об этом. Иисус говорит, сказано, око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Знаете что? Когда я молился и размышлял об этом, я увидел следующую вещь. Если бы Иисус был сегодня, и кто-то бы поднял вопрос с десятины, знаете бы, что он сказал? Вы можете догадаться. Сказано древним, всякая десятина на земле из семян земли или из плодов дерева предложит Господу. Это святыня Господня. Это то, что сказано древним. А я говорю вам, что он сказал бы? Все, мы принадлежим, вся наша жизнь принадлежит Господу. Вы понимаете, когда ты меняешь вот это мышление с того, что Бог хочет у тебя, что, знаете, большинство людей боятся этих вопросов, потому что они не знают, что Бог добрый, потому что они думают, что Бог у них хочет что-то забрать. Они не мыслят о Боге, как о том, кто все им дает. Они думают, что они сами заработали, а Бог у них все время отнять что-то хочет. Вот это мышление, все, что мы имеем, это Бог нам дал. В эту же ночь, вы знаете, никто не знает, кто из нас до завтра доживет. Я не пугаю, я просто хочу, чтобы мы понимали правильные вещи. Иисус говорит, сказано древним, а я говорю вам, что вся твоя жизнь принадлежит Господу, твое дыхание принадлежит Господу, и ты не контролируешь ничего почти в своей жизни. Ты не можешь увеличить свой рост, ты не можешь добавить себе жизни, ты не можешь. Поэтому что-то, что должно быть главным приоритетом в твоей жизни, наипаче всего ищите Царство Божьего. Да? Когда ты начинаешь смотреть на вот это продавайте имение в этом контексте, вы знаете, нам всем нравится история про этого богатого юношу, да? Которому Иисус сказал, продай, раздай нищим, приходи следуй за Мною. И особенно нам нравится, что это именно к Нему Иисус сказал, к нам это не относится. Как только, знаете, как только это место читается, мы все знаем, но это же не ко мне, это же к Нему Иисус сказал. То есть, ко мне это никак не может относиться. Господи, я столько лет верил, что наконец, 30 лет стоял в очереди, получил квартиру в советские времена. Если мы так мыслим, знаете, это уровень духовный ниже Плинтуса. Бог не хочет у тебя что-то забрать. Бог хочет дать тебе. Бог любит тебя. Ты живешь Его милостью. Каждый день, сегодня, ты жив Его милостью. Бог не хочет взять у тебя что-то, но Он хочет, чтобы ты понимал, что есть что-то, что ты заберешь с собой в вечность, что не останется здесь. Есть что-то, что останется здесь. Некоторые хотят оставить много чего своим детям, но ты не знаешь, мудрыми твои дети будут или глупыми. Вы знаете, что дети, которые много, легко получают, становятся мотами и спускают это все в течение нескольких лет и потом оказываются бедными. Лучший способ это научить ребенка зарабатывать, а не дать ему все. Вы понимаете это? И это правильное мышление. Ты не заберешь этого с собой, но есть что-то, что ты заберешь с собой. И когда Иисус говорит о том, что продавайте имение, раздавайте нуждающимся, делайте это, почему Он говорит это делать? Потому что Он говорит, наипаче всего ищите Царство Божьего. Потому что есть что-то, что вы заберете с собой в вечность. И именно то, что вы заберете с собой вечность, должно быть высшим приоритетом в вашей жизни. Высшим приоритетом. Поэтому перестань пугаться, когда ты слышишь о том, что все, что у тебя есть, принадлежит Богу. Да, так есть. Все, что у тебя есть, принадлежит Богу. Твоя жизнь принадлежит Богу. То, твое дыхание принадлежит Богу. И то, что Бог поддерживает тебя, ты продолжаешь дышать. Не работает все само собой. Бог, давая всему жизнь и дыхание, и все. Вот так это действует. И поймите следующую вещь. Люди, которые говорят, я не верю в десяти, но это было в Ветхом Завете. Это мышление людей, которые, они говорят, я даю Господу, но я просто не верю в десятину. Знаешь, если ты даешь, и это для тебя не проблема, давай больше десятины. Вот знаете, люди, которые отмазываются в итоге, они говорят, нет, я люблю Бога, у меня все в порядке, просто я не верю в десятину, это Ветхозаветное установление, и поэтому мы его откинули, и все. Как правило, это люди, которые дают меньше десяти процентов от своего дохода. Они дают один процент, два процента, ну, три максимум. Но, если ты настоящий новозаветный верующий, тогда послушай, что, что я верю, что это слово от Господа. Всякое действительно на земле сказано древним. Из семян земли или из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. А я говорю вам, вот беру на себя смелость, Господи, помилуй меня, что вся наша жизнь принадлежит Господу. Все, что ты имеешь, принадлежит Господу. Все, что Бог доверил в твои руки, Он доверил тебе с целью. Не с целью просто, чтобы ты ел, пил, услаждал себя и говорил, душа, много у тебя заготовлено. Не в этом цель. Не будь безумным. Сделай главные вещи главными. Пусть приоритетные вещи будут приоритетными для тебя. Вложись в то, что ты заберешь с собой вечность. Поставь это главным в своей жизни. Сделай это. Это в твоих интересах. Ну, хотелось бы задержаться на этом подробнее, но Тоня уже ушла, чтобы не смущать меня. Я так воспринимаю это, как как будто она махнула. Хорошо, давайте мы встанем. Ну, это как Бог даст. Знаете, есть смешное место в, по-моему, послании Якова. Там говорится, что некоторые люди говорят, мы поедем в тот-то город, будем заниматься бизнесом, зарабатывать деньги пару лет. И Яков говорит, вы, которые не знаете, что будет завтра, потому что что такое ваша жизнь, пар, являющаяся на малое время, по своим, и дальше там интересно говорится так, вы по надменности своей тщеславитесь, и всякое такое тщеславие есть зло. Знаете, я верю, что есть у меня еще немножко времени для того, чтобы служить Господу и служить вам. И будем верить, что Бог даст нам еще встречу. Но я надеюсь, что вы меня услышали. Я вторую часть еще бы добавил, но наше время заканчивается. Будьте верны Господу, любите Его всем вашим сердцем, потому что Он это лучшее, что с нами случилось в жизни. Правда? Слава Господу! Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Ты так добр к нам. Господь, иногда мы жалуемся, иногда мы проявляем недовольство, но то, что мы имеем сегодня, это даже больше, чем мы заслуживаем. Это Твоя милость к нам, это Твоя доброта, Господь. Господь, Ты дал это, мы не заслуживали это, Господь, но Ты сделал это для нас, потому что Ты так добр. Господь, спасибо Тебе, что Ты учишь нас. Господь, мы хотим иметь сердце Давида, сердце человека, который знает, насколько Ты милостивый, насколько Ты долготерпеливый, насколько Ты снисходишь к нам, насколько Ты продлеваешь свою милость, хотя мы уже заслуживаем суд. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя также за то время, которое у нас есть в жизни. Господь, дай нам мудрость вложить в свою жизнь действительно стоящие вещи. Господь, это Твое Царство, это распространение Твоего Царства, это Евангелие, это Церковь, это поддержка Твоих служителей, Господь. Господь, то, что доверено нам сегодня в наши руки, Господь, это не просто случайность, это не для того, чтобы мы только свою душу услаждали, это не то, чтобы мы свое чувство безопасности в этом полагали, Господь, но это для того, чтобы мы вложили в то, что наипаче всего. Господь, это Твое Царство, это Евангелие, Господь, это Церковь, Господь, это взаимоотношение с Тобой, Господь, во имя Иисуса, научи нас быть людьми, которые правильно расставили приоритеты, Господь, мы никогда не будем доживать, мы не будем доживать в 70, мы не будем доживать в 80, Господь, мы все время будем на пике, потому что жизнь праведника, потому что путь праведника, это как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полдня, не темнеет потом после полдня, Господь, после 40, Господь, но полдень, это когда наш жизненный путь заканчивается, поэтому наша жизнь, она все время вверх, Господь, мы можем расти столько времени, сколько у нас есть, мы можем продвигаться в духе, столько времени, сколько у нас есть, мы можем вкладывать в свою жизнь, в Твое Царство, столько времени, сколько у нас есть, если у нас есть 70 лет, это 70, если 80, это 80, Господь, мы помним эту Анну-пророчеству, дочь Фануилову, которой было 84 года. И она постом и молитвой служила тебе день и ночь. И она увидела, Господь, когда тебя Иисус принесли в храм. Господь, мы хотим брать пример с нее. Мы хотим брать пример с Симеона, Господь, который не доживал. Господь, которого жизнь двигалась вверх, как у праведника. Господь, когда полдень, это не середина жизни, это не 40 лет. Господь, полдень, Господь, это когда у нас жизненный путь заканчивается. Когда мы выполнили свою миссию, сделали то, что должны сделать для тебя и твоего царства. Для Господа, для твоей церкви. Когда мы сделали это, и ты говоришь, хорошо, добрый и верный раб. Вот это полдень. Господь, во имя Иисуса Христа, благодарим тебя. Господь, благодарим тебя за все время, которое мы имеем. Господь, благодарим тебя. Научи нас правильно распоряжаться всеми ресурсами, которые нам доверены, Господь, тобой. Спасибо тебе. Халлелуя. Халлелуя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok